Писатель политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве на 78-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Шаргунов. Называть причину он не стал, по данным телеграм-каналам МЭШ. Это осложнение после операции по удалению опухоли. Среди известных романов Лимонова это «Я, Эдичка», «Дневник неудачника», «Палач» и «У нас была великая эпоха». Скончался Эдуард Лимонов, писатель и оппозиционный политик. О его кончении в своем фейсбуке сообщил писатель Сергей Шаргунов. Позже информацию подтвердили интерфакцию партии «Другая Россия», которую возглавлял Лимонов. Человек яркой биографии, полная неожиданных поворотов. Создатель запрещенной НБП, автора «Стратегии 31», но прежде всего писатель, считает литературный критик Николай Александров. Эдуард Лимонов, конечно, был в гораздо большей степени ярким писателем, нежели политическим действием. К сожалению, иногда две эти и двое по стаси смешивались. Вот моему сожалению, по крайней мере. И, конечно же, ту необыкновенную ярость, которую он принес в литературу, я думаю, что он этим в первую очередь и запомнился. Ярость в смысле откровенности, в смысле совершенно нового письма. Когда, собственно, и я выражает себя настолько открыто, настолько откровенно, иногда даже брутально, что это производит совершенно удивительное впечатление. Он мог нравиться или не нравиться, но вот с силой его художественной прозы, пожалуй, неоспорима, вне зависимости от симпатии. Николай Александров. Эдуард Лимонов родился в Горьковской области, школу закончил в Харькове и потом переехал в Москву. В 70-х годах писатель эмигирировал в США, жил во Франции, получил французское гражданство. Среди его известных романов «Это я, Эдичка», «Дневник неудачника», «Палач», «У нас была великая эпоха». А в 90-х годах Лимонов занялся политической деятельностью. Писатель вспоминает урожение с Харькова, ридер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий. Он много времени прожил в Харькове и великую трилогию написал о Харькове. И, в общем-то, и поэтому он был замечательным. И человеком, и гражданином. Я с Сергеем Баляком, да, мы работаем над пластинкой на песне Георда Лимонова. Ну, я трудно подобрать слова, очень жаль. Это Титан, великий харьковчанин, настоящий человек и гражданин. Он остался цельным и сильным. И мало того, что всё, что он говорил, всё-таки происходило. И его позиция была... Он никогда не вилял, не пострался, не предавал, тем более. Александр Чернецкий. Как сообщил телеграм-канал Мэш, писатель умер из-за осложнений после операции. Последняя запись Лимонова в Фейсбуке датирована 13 марта. Он написал цитата. «Я заключил договор на новую книгу». Книга называется «Старик путешествует». Она уже написана. Эдуарду Лимонову было 77 лет. Мне хочется как-то весело здороваться и шутить, потому что главное событие дня, главная потеря, и не только этого дня, я думаю, это Эдуард Лимонов. Эдуард Вениаминович Лимонов умер сегодня. Об этом рассказал писатель, депутат Госдумы Сергей Шургунов. Давайте послушаем. Мы с Сергеем созвонились буквально минут 20 назад. Для меня он был просто родным человеком. До последнего мы с ним созванивались, списывались. Он оставался в ясном, остром уме. Конечно, огромная потеря. Я знаю, что он умер в больнице, где он первое время находился. Ну, это пока все, что известно. Я других подробностей пока что не встречу. Ну, вы знаете, Роман, это не тот случай, когда нужно, я думаю, бегать там с фонариком, выяснять, от чего умер, был ли в сознании, что говорил, кто был рядом. Это абсолютно не повод для вот... Ну, то есть не в смысле, что, ах, не лезьте в личную жизнь. Упаси Боже, я думаю, как раз он к этому спокойно мог отнестись. Нет, просто это на фоне его масштаба личности, на фоне того, кого мы потеряли, это вообще не имеет значения. Я быстренько написал, ну, не некролог даже, а прощальное слово на сайт Комсомольской правды. Я готов повторить, действительно, что... Ну, то есть, поскольку, знаете, было хорошим тоном, у критиков говорить, что Лимонов не столько пишет прозу свою, безусловно, тоже совершенно превосходную, а создает себе жизнь, пишет свою жизнь. И вот жизнь, биография, это его главное произведение. Был такой штамп у критиков. На самом деле, конечно, он писал не свою жизнь, он писал жизнь страны. И вот в нем, прежде всего, поражает вот это, когда какие-то идеи, какие-то озарения, которые в наше время делаются уже общим местом, даже не то, что вот Крым наш, да, потому что, действительно, лимоновцы ведь первыми боролись за русский Крым, еще когда до этого никому вообще в Москве не было дела, это начало 90-х, они поднимали флаг над Севастополем, потом садились за это в тюрьмы. И, в общем, он предвосхит... Человек, кстати, тогда были осуждены. Да, да, да. 99-й год. Просто, просто, просто понимаете, меня что сильнее-сильнее поражает, насколько, вот действительно, там мы с вами что-то здесь говорим в эфире, вот мы современники, 2020-й год, Лимонову берешь какую-нибудь старую статью... Ой, 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 простите, я тут оговорился. Причина смерти названа. Он скачался из-за осложнений, вызванных операцией. Его госпитализировали 15 марта с крутичением в одной из столичных клиник, где медики назначили две операции. Организм писателя долгое время, боровшегося с онкологией, не справился с нагрузкой. Отмечается, что изначально Лимонов пожаловался на проблему с горлом, они и стали причиной воспалительного процесса. Здесь вы выступаете как таблоид, как таблоидный журналист. Нет, я объясняю. Не осуждаю, да? Для меня, вот честно скажу, не имеет значения, от чего умер Лимонов. Тем более, что, ну вот, тоже повторю это, да, когда сторонники Лимонова, у них были лозунги, кричалки, и там один из них был наше имя Эдуард Лимонов, и я думаю, тоже сегодня многие это вспомнят. Сегодня это наше имя всех. Наше имя всех, действительно, и поразительно, на самом деле, да, поскольку, ну вот, жизнь, смерть моментально разглаживает морщины, что называется, да, и все какие-то суетные противоречия, какие-то споры и так далее перестают иметь значение, остается то, что чего-то стоит. Действительно, это великий писатель, настоящий русский писатель, который, ну, собственно, писатель, на самом деле, не может быть комфортным для окружающих, для общества. Он должен шокировать. И вот та обывательская история, когда, кто такой Лимонов, а который про негра писал, конечно, это тоже показатель его масштаба, его личности. Можно я просто вот возьму и прочитаю, я заложил закладку, прочитаю свой любимый текст, маленький совершенно, Роман. А книга, книгу вы только назовите, потому что не все смотрят на Ютьюбе. А книга называется «Другая Россия», это глава из нее, и просто маленькая мысль, которая меня однажды просто прибила, и я с тех пор даже так и смотрю на людей вокруг. Вот, пожалуйста. Да, да, зачитывайте, пожалуйста. «В декабре 89-го года, пишет Лимонов, я впервые после 15 лет жизни на Западе смог приехать в Советский Союз. Среди прочих поразительных открытий, которые я совершил в своей стране, меня поразило, помню, что по улицам русских городов по-прежнему бродят те же старики и старухи, типично русского патриархального вида, какими я их оставил здесь в 74-м году. Серый пуховый платок, обтрепанный меховой воротник, видавшего виды ватного пальто, потрескавшиеся, как копыта, сапоги для женщин, облезлая шапка, ватное пальто и такая же парнокопытная обувка для стариков, ну там палка да сумка в придачу. По моим расчетам, они должны были давно вымереть. Получалось, что все они нормально долго живут, и должно быть им лет по 90 как минимум. Простая истина, что это не те старухи, а состарившиеся за годы моего отсутствия граждане России, которым было в момент моего отъезда по 50 лет, дошла до меня не сразу. Только после того, как я съездил в Харьков и увидел своих родителей. Из бодрых, переваливших чуть за 50 родителей, и они выглядели стариками образца 74-го года. Вот тогда до меня и дошло, что эстафета особого русского стариковства передается из поколения в поколение. Такое впечатление, что поколения стариков, как в театре, берут друг у друга одежку и переодеваются. И так далее. Вот на самом деле его умение соединить звезды в созвездии так, что большая медведица уже перестает быть медведицей и превращается в крокодила, это вот один из таких, понятно, не определяющих, но важных признаков гениальности. Не парадокс ради парадокса, не желание удивить ради удивления, а желание дойти до сути буквально, проникнуть в нее, вот это всегда в нем, и именно в нем потрясало. И, собственно, тоже, ну, понятно, что вот так звучит. Вот да, он ругался со всеми. Последний его объект критики, да, это Захар Прилепин, про которого он довольно издевательски писал, что у него толстые ляжки, и понятно, что это обидно. Но понятно также, что когда гений о тебе пишет толстые ляжки, я думаю, это приятно. А про вас он что-нибудь говорил? Да, он сказал, что Кашин, у тебя голова как скороварка, и она не помещается в окра. Смотрите, вы составляете целого человека вместе с Захаром. Да, 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 вот ляжки такие, голова такая. Вот, шутки шутками, я это говорю и расплываюсь в улыбке, потому что когда тебя так обзывает, причем он потом извинялся. А там как дура набитая у него была. У него классные были оскорбления. Да, 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 он извинялся и написал еще раз, явно с удовольствием. Нет, старик, я не прав, твоя голова не похожа на скороварку. Ну ладно, ладно. Это еще обиднее. Да, 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 да. И тоже, вот, не знаю, вот не понимаете, вот даже вот политик или писатель, это же одно и то же в его случае, потому что вот эта поэзия большая, которая и политическая, и идеологическая, он реально предвосхитил все. То есть вот его сажали в тюрьму, все помнят. За что его сажали? За то, что он хотел с вооруженным отрядом проникнуть на территорию, правда, не Украины, а Казахстана, и, соответственно, поднять там русское восстание. Его в 99-м году посадили, в 2001 году посадили за 2014-й. Просто он жил тогда, в 2014-м году. Он жил в будущем всегда. И в 80-м году, когда он писал Эдичку, потом писал Великую Эпоху, как он ходил по Парижу в советской военной шинели, когда все люди в Советском Союзе ненавидели эту шинель, а он уже понимал, что кроме нее вот у нас, у постсоветских людей, ничего нет. Этим он прекрасен. И вот давайте тоже, нас же слушают в Кремле, давайте скажем, мы понимаем, что у них есть градация. Там народный артист, герой труда, этому телеграмма, этому памятник. Лимонов не был ни тем, ни другим, ни третьим. Орденов у него не было. Паспорт ему дали, тоже потом когда-то от французского отказался. Я считаю, что Владимир Путин обязан и дать телеграмму Эдуарду Лимонову, причем телеграмму, наверное, такого содержания. Там, Эдуард, простите, что не успели повидаться, но я читал ваши произведения и постарался их сделать реальностью как можно больше. И я думаю, кто-то должен прийти на похороны из официальных лиц, потому что Лимонов служил российскому государству. На самом деле, конечно же, всю жизнь и задолго до того, как оно родилось, до того, как оно появилось. Он придумал российское государство в своей мечте. Мечту реализовали другие люди, но, как говорится, это тоже судьба гения. Писательница Людмила Улицкая, мы ей дозвонились перед нашим эфиром. Олиберал, олиберал. Давайте послушаем, что она говорит. Он был очень талантливый человек, особенно он прекрасно начинал роман. Это я, Эдичка, в свое время был просто бомбой. Замечательный роман. Я думаю, что он был не самым умным человеком на свете. Его политическая карьера в России, она как раз об этом свидетельствует. Он как-то очень хорошо начинал и как-то криво, с моей точки зрения, как-то криво сложилась его художественная карьера. Политические его амбиции мне были чрезвычайно чужды и неприятны. Но царствие небесное. Слушайте, но как криво. Он, кажется, как раз-таки через все эти пути непростые и вел нас к этой России, в которой мы живем сейчас, когда над Севастополем... Представляете, вот несколько часов проходит, я вот сейчас просто открываю телеграм-канал, и вот несколько часов проходит, мы сейчас 12 ночи переспим и увидим, что это годовщина, возвращение Крыма. А Лимонова нет. И вот эти дни, как раз, они становятся монолитными и чем-то единым для нас. Ну, вы знаете, ну вот буквально это такая... Ну, ему много лет было, сколько? 77, наверное... 77 лет, да. И вот буквально при этом эту смерть назовешь безвременной, ранняя смерть, поскольку, ну вот буквально, как в стихах, «Рожденный пасть на скалы океана, он занесен континентальной пылью». Он, да, не дожил до какой-то вот той другой России, о которой он мечтал. Но, по крайней мере, какие-то ее черты, какие-то ее черты он успел увидеть. И понятно, что мы можем быть от этих черт не в восторге, но это его мечта. А у Людмилы Улицкой мечты не было. И у меня, на самом деле, мечты не было. Я думаю, у вас... Разрушить всю нашу страну, просто растоптать ее, чтобы она превратилась в ничто. И у них мечта-то началась сбываться. Они радовались этому, а потом пришел Лимонов, и оказывается, что это уже не маргинальные взгляды. Оказывается, что об этом думает народ. Оказывается, что, как в «Брате», все мечтают, чтобы Крым был с нами. И это все происходит. И из его книг это у нас здесь, в нашей реальности. То есть, как бы да, но как бы и нет. Я считаю, действительно, что его победа, причем, ладно, окей, мы хороним его, но не только его, там есть еще набор имен. заслуженность, которые они именят, и мы п Serv Boss, на поле оhhhh, это все. И вот здесь есть, что я знаю, Продолжение следует...